Всем напоминаю, что сегодня 19 июля и к нам в студии присоединилась Мария Крусталёва. Маша, привет! Доброе утро! Ну что же, какой повод, какой праздник ты выбрала на этой неделе? Про что расскажешь? Завтра, 20 июля, празднуется Международный день шахмат, поэтому сегодня будем говорить именно о них. И я представляю пять уникальных партий шахматы. Поехали! Доброе утро! Ну и готова напугать своего соперника, если это потребуется. На что только не пойдешь ради победы. Ну это нечестно играть с компьютером. Ну на самом деле этот игрок, этот робот очень силенок, как оказывается. Он, мне кажется, может навалять, если что. Мне кажется, да, непонятно, что он может. Судя по взгляду Александра, действительно можно очень сильно испугаться, когда он на тебя так надвигается. А вот второе место достается мероприятию, которое однозначно может претендовать на рекорд. В прошлом году в Твери 10-летняя Карина Пугина и ее 8-летний брат Ярослав сыграли в шахматы под водой на глубине около 3 метров. Для подводного матча использовали пластмассовые шахматные фигуры с железными шариками в виде утяжелителей для большей устойчивости фигурок. Однако это была не первая попытка провести турнир по шахматам под водой. За пару лет до этого московский клуб дайвинга делал попытки, но это были шуточные соревнования. Первая серьезная партия признана успешной. Она продолжалась около часа и завершилась победой Карины. То есть сначала на курсы дайвинга, а потом на курсы шахматистов. Вот именно. Я думаю, о чем же они волновались больше? О том, чтобы выиграть или о том, чтобы кислород не закончился? Два в одном. А вот третье место получает шахматный король из книги рекордов Гиннесса. И в данном случае речь идет не о человеке, а о фигуре, процесс создания которой мы видим прямо сейчас на экране. Эта фигура была сделана в 2012 году по заказу Рекса Сингфилда к первому шахматному турниру его имени. Король выполнен в стиле Стаунтон, и только одно его основание достигает почти двух метров, а высота почти четыре с половиной метра. Вот, может быть, такими фигурками нужно под водой сыграть, тогда уж точно они устоят. Или с роботом, чтобы вот он такие фигурки перемешал. Вот, точно. Тогда будет как-то оправданно. Только какого же размера тогда должен быть робот, чтобы такими фигурками играть? А вот четвертый номер достается ситуации на Блиц-турнире, в который также фигурирует шахматист Александр Грещук, которого мы сегодня уже вспоминали. Как известно, в Блиц-игре на обдумывание ходов отводится ограниченное время, поэтому опоздание даже на несколько секунд может стоить игроку победы. И для шахматистов с пешкой сделать свой ход главное, конечно же, ничего не перепутать. Внимание на экран. Перепутал свой стол. И непонятно, где он испугался больше, когда робот на него надвигался или когда перепутал свой стол и свою партию. Ну, всякое бывает ограниченное время. Мне кажется, это очень несправедливо. Хотя я себя где-то в этот момент узнаю. Я недавно поезд перепутала. Но это, как говорит Марьяна, совсем другая история. Да. А вот пятое место. Сегодня получает шахматная партия, в которую сыграли чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов и трехлетний шахматист Михаил Осипов на одном телешоу детских талантов. Это была настоящая битва. И сейчас мы увидим, как она завершилась. Приготовьтесь, это очень эмоциональное видео. У нас с тобой сравнилось. И, как я понимаю, шансы тоже. Согласен ты на ничью? Нет. Ну, тогда проиграешь по времени. Ой, Миш, у тебя флажок упал. Ничья? Понимаешь? Ну, давай, Рюшка. Не расстраивайся. У тебя много-много побед впереди. Мама, где наша мама? Мама. Мама. Миша, 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 миша. Он растрогался и расстроился. Мама должна была сейчас пойти и отыграть за сына, мне так кажется. Ну, любая мать, я же мать, должна именно так в этой ситуации поступить. Я уверена, Михаил еще сам за себя отыграет. У него еще будет очень много партий, после которых он будет только смеяться и улыбаться, а не плакать. Ну, и нужно уметь проигрывать с пеленок, да, практически. И он этому учится, очевидно. И наверняка она учится. Маш, спасибо тебе большое за интересные факты. Субтитры сделал DimaTorzok